Это восьмой предновогодний кубок по мини-футболу на призы футбольного клуба «Тотем». В нем принимают участие как взрослые команды, так и совсем малыши. Например, вот этим юным футболистам всего 5-6 лет, но играют они по-взрослому. По крайней мере, игровой страсти мальчишкам не занимать. Они цепляются за мяч, оттягивают на себя защитников и, что есть сил, бегут к воротам. Пока не все получается, но ребята не сдаются. Рядом подсказывают тренеры, волнуются и болеют родители. Интересно, что в одной из команд вместе с мальчиками играют девчонки. Мне нравится играть в футбол, потому что мне нравится забивать голы и давать пас. Я играл против команды «Тотем» левым полузащитником. Трудно было? Нет, 5-0 выиграли. Помимо малышей и взрослых, в двух возрастных категориях представлены команды воспитанников детских домов. Все участники к турниру относятся серьезно, но особое значение он имеет для начинающих футболистов. Ведь для них это шанс попасться на глаза тренеру-селекционеру и в будущем стать звездой мирового масштаба. Таких примеров очень много. И поэтому сейчас члены сборных команд страны и нашей, они проводят турниры своих имен по всем городам страны, откуда они сами родом. Поэтому это, скажем так, хорошая традиция. И то, что дети с удовольствием идут и занимаются футболом, это очень прекрасно. Чтобы поприветствовать участников турнира и поздравить их с наступающим Новым годом, приехали почетные гости. Среди них олимпийский чемпион Евгений Устюгов и глава Красноярска Эдхам Акбулатов. Безусловно, основным итогом уходящего года является победа в чемпионате мира футбольного клуба ТТ Красноярского футбольного клуба. Футбольные баталии продолжались несколько часов. Одновременно на поле могли проходить до шести матчей. Организаторы говорят, в этом году из-за сильного мороза не все смогли приехать. Но, как правило, турнир вызывает огромный интерес у юных футболистов. В первую очередь, конечно, мастерство, спорт, занять первое место, потому что здесь очень хорошие призы. На первое место даются рюкзаки, мячи, маленькие медали, кубки очень хорошие и интересные. У взрослых определенная есть премия за первое, второе, третье место. Вот они, сверкающие кубки для чемпионов. Победителями в своих возрастных категориях стали сборные детского дома номер один «Татем» и детского дома имени Хазрета Савмена, а также команды «Форвард» и «Титан». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...